да здравствуйте да 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 ну и так в общем в общем и целое просто там как у вас получается автоматически эта программа работает или как у вас да все верно то есть торгует программа робот уже со встроенным алгоритмом то есть вы на кнопке купить или продать не нажимаете скажите Владимир а как вы для себя понимаете вот начало работы то есть просто ваше видение может у вас есть уже какое-то представление ну и что это как получается я там вкладываю деньги да как-то покупаю чего-то там да а потом что получается дороже продаю ну вы почти правы немножко я вас поправлю но а так в принципе мысль у вас правильная есть торговый депозит которым будет распоряжаться программа робот робот наш деньги ваши мы их соединили вместе у вас получился марш торговый счет на котором установлен наша программа робот мы ее контролируем ее настройку сопровождение и все остальное то есть мы напрямую разработчики без посредников это первое второе вы насколько понимаете человек новый на бирже они не открывали счета не торговали да я не разбираюсь что это как делается то все поэтому смотрите Владимир я предлагаю нам с вами на начальном этапе не говорить о каких-то там феноменальных суммах инвестиций да я просто хочу вам донести информацию о том как эта программа работает ответить на вопросы которые вас интересуют как открывается счет куда деньги переводятся где они хранятся да и как я их оттуда могу забрать да я думаю что эти вопросы вас интересуют конечно да это самое главное вот поэтому смотрите технически хочу подойти к этому вопросу таким образом нам нужна с вами коммуникация да в принципе да так новый сейчас хотелось бы по телефону все моменты скажем тогда понять потому что не поступает там разное предложение просто там оставил регистрация на видео на видеокурс вот это вы вообще сейчас из какой компании звоните а я просто слайм fx вот уже разговаривал там такие вот ребята тоже хорошие они говорят у них там тоже робот какой-то работает и там 30 процентов 30 процентов значит прибыли кстати а у вас то прибыль то какая вот если я там 10 тысяч вложу то сколько то у вас будет вообще смотрите Владимир у нас минимальный клиентский портфель он фиксирован то есть я к сожалению не могу с вами вести переговоры вот в таком формате из разряда задать вам вопрос какую сумму вы хотели начать вы к примеру говорите я хочу 10 тысяч да ну например а я вам такой говорю да окей давайте и начнем к огромному сожалению я так сделать не могу потому что у нашей компании по нашему алгоритму который встроенный в программу есть минимальный порог входа это 18 500 рублей за 250 долларов это первое его скорейшем открытие сделать здесь тоже не нужно придумывать велосипед это стратегия которая просто модернизировалась из года в год робот открывает до 10 сделок в день минимальная сделка которую он открывает это объем 20 долларов то есть в течение дня он прокручивает ваш бюджет то есть он покупает и продает активы а с счетом 250 долларов он не может покупать такие активы как там нефть газ или там акции или еще что то это нарушение абсолютно всех правил торговли и я надеюсь Владимир что вы тоже понимаете что если не придерживаться стратегии и определенного алгоритма то на долгосрок мы не получим хороший результат мы можем заработать примерно один раз и много точно так же можно сразу же и потерять я надеюсь что вы понимаете что биржа ошибок не прощает и при нажатии кнопки купить к примеру в ручном формате вы должны нести за это полную ответственность и потом не кричать на весь мир что ваши деньги куда-то пропали они никуда не пропали их просто забрала биржа за неправильно принятое решение они никуда не пропадают это первое точнее это было второе третье мы предлагаем сопровождение для чего оно вам нужно когда человек сталкивается с заработком и он видит решение на всем торговом счету в какой-то из моментов вы можете принять решение что вы уже опытный человек уже опытный и в принципе вам уже сопровождение брокера не нужно вот вы для себя понимаете кто такие брокеры вот лично для себя нет а кто брокер то это кто вообще то есть как это определение как это значит брокер листика ручка рядышком есть владимиров да конечно да вот давайте я вам нарисую просто картинку чтобы вы понимали запишите слово биржа да биржа первое центральный ЦБ то есть торгуют на бирже центральной банки как бы да получил да они имеют туда доступ они главные участники ага кто идет следующий следующее идут второе это коммерческие банки коммерческие банки на примере России это Деньков ВДП Альфа Свербанк Кромбанк РНКП и так далее и так далее все эти банки предлагают населению торговые точнее не торговые а депозиты вам когда-то от банка поступало предложение принести кресла на депозит от процентов ну да конечно там это сейчас Сбербанк там да транспортировали эти предложения видите в них выгоду ну так же да проценты начисляются годовые там сейчас 6 процентов годовых где-то такой прибыль-то хорошая Смотрите Владимир если посмотреть правде в глаза и просто посмотреть на сухую статистику если вы вложите 1 миллион рублей Сбербанк на депозит а по истечению года 12 месяцев а соответственно инфляции которая будет наложена на ваш рубль потому что в долларе вам никто не разрешит открывать ситуация будет стадоваться таким образом после выплаты налогов а вас обязуют их оплатить после того как вы сможете в кассе получить уже средства то есть 1 миллиона за 12 месяцев максимум что вы можете заработать то есть не более 18-12 тысяч в рубле ну да что-то маловато как-то получается ну то есть на фоне миллиона как бы 20 тысяч ну знаете ну меня лично не привлекают каждому свое у каждого есть свое мнение я не буду ни с кем спорить ну где у нас знаете как свобода слова я никому не навязываю свое мнение поэтому я просто говорю фактами цифрами если человек которого это устраивает без проблем иди инвестируй в Сбербанк вложи туда деньги на депозит но я не просто так вам сказал про второго участника потому что Сбербанк берет ваши средства в оборот и зарабатывает на них послословные деньги а он послачивает какие-то копейки просто копейки на фоне общего объема это просто копейки ну да я тебе думаю ну вот по факту я вам говорю по факту аргументами которые у меня есть третье участники это брокеры это мы так брокеры 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 это те компании которые являются не кредитными организациями то есть я не могу вам предложить к примеру кредит для начала работы потому что мы официально на территории России является не кредитной организацией мы выплачиваем налогоплательщика мы вот являются налогоплательщиками на территории России как не кредитная организация поняли да то есть мы предоставляем все те же услуги как и банк только мы не можем дать кредит и брать деньги на депозит как это делает банк там на 12 месяцев на год и так далее мы можем предложить торговый депозит который будет открыть в долларе а не в рубле и эти средства будут работать на бирже на них будет робот покупать валюту евро доллары футы и так далее теперь вопрос к вам Владимир вы слышали что-то про компанию Газпром ну Газпром то да это же там крупнейшая российская вроде как компания то да верно вы сейчас попали прямо в точку это компания которая занимается добычей газа это первое второе у этой компании запущен один из самых крупных проектов за всю историю существования компании Газпром это Сила Сибири есть такой проект и Северный поток 2 сейчас хотелось бы сделать акцент на втором проекте это проект называется Северный поток 2 что это такое это строительство газопровода напрямую с России в Германию да угу вот исходя из этого процесса как вы думаете Владимир если компания Газпром вложила на данном этапе 500 миллиардов рублей в данный проект угу для компании Газпром это проект выгоден продавать газ напрямую без посредников сразу в Европу без Украины без Белоруссии без Казахстана без вот этих всех стран посредников которые мешают этому процессу да то есть хотят больше денег выгодно то конечно да я думаю да да теперь исходя из-за этого хочу задать вам вопрос как вы считаете какие страны в мире являются самыми конкуренциями самыми конкуренциями а в плане чего конкурентными конкуренции в плане экономики завоевания там новой территории открытия новых проектов и так далее и так далее давайте сделаю подсказку США и Россия на слуху не ну наверно США просто и Китай я думаю так нет Китай мы сейчас не берем туда в учет потому что это другая специфика и вообще другое направление у них все по другому все по другому абсолютно никак мы не пересекаем у нас очень похожая ситуация с Америкой потому что сейчас и Россия и США занимают лидирующие позиции именно к нашему мнению прислушивается всемирная часть старших сестра поэтому на биржу мы имеем влияние для Америки это невыгодно когда Россия набирает силу и укрепляет свою рубль объясняю почему потому что ситуация которая происходит на сейчас эта ситуация для России очень выгодно потому что оплата за газ будет происходить в валюте или евро или британский фонд нам и та и та валюта подходит для Америки это невыгодно потому что ее доллар всеми любимый в этом не участвует и когда Америка вводила санкции на строительство данного газопровода Европа эти санкции аннулировала и заставила Америку эти санкции снять потому что это нужно напрямую Евросоюзу потому что когда газ будет поступать напрямую в Германию в Германии будет этот газ распределять дальше на все страны Европы и теперь вопрос к вам Владимир как вы считаете можно ли на этом заработать я думаю можно можно исходя из этого процесса на сейчас в мире происходит огромное количество новостных событий но если говорить не про то на чем можно было заработать вчера позавчера или в этом месяц назад мы говорим про такие валютные пары как евро рубль и соотношение евро к доллару это те валютные пары которые сейчас являются активными и те валютные пары которые сейчас участвуют в работе сумма которая нужна вам для депозита ну если говорить открыто она просто мизерная ну да да я не могу назвать 250 долларов вот прям инвестиция эту сумму мы можем назвать с вами как пробный депозит который вы открываете вы поработаете с нами на протяжении нескольких недель посмотрите за работой нашей программы у вас появится в любом случае огромное количество вопросов которые на которые вы сможете получить уже напрямую от экспертов а программ как на как называется ваш робот как он называется автоторговля просто это робот автоторговля не 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 робота называется все таки понимаете интеллектуальная штука если она приносит столько денег это все привязано к платформе к организации которая называется OOO Rock Capital Partner Rock Capital Пожалуйста не путайте нас мы существуем на рынке более 19 лет ну вы Rock Capital Partners да именно партнерс партнерс я могу предоставить сейчас код ЕМ чтобы вы могли зайти на сайт федеральной налоговой службы и посмотреть про нашу информацию найти раздел как найти компанию по ЕМ ввести в ЕМ и увидеть генерального директора какой основной капитал когда компания зарегистрирована и так далее и так далее в этом нет абсолютно никаких проблем ну а директор то у вас известный наверное там человек то как у вас фамилия то директора Щербилин Щербилин ааа Щербилин что то знакомый наверное слышал может ну я не занимаюсь сама рекламой я сейчас не буду вам рассказывать а у вас офис то вообще вы как международная или как или российская компания вы где у вас офис то находится смотрите если брать наши услуги на территории России мы можем предоставлять только услуги гражданам Российской Федерации то есть если брать нашу работу на территории других стран то там есть другие абсолютно договоренности потому что вы надеюсь понимаете что российские законы они глобально отличаются от тех законов которые есть а офис то где у вас а офис то где у вас находится то где вы сидите то вообще город Москван город Москван ааа в Москве где там вообще щас секундочку я вам продиктую точно адрес да точно это или бизнес-центр может как называется то у вас вот есть листика ручка подскажите ну да есть передо мной я уже записал биржу участники цб каждой страны коммерческие банки смотрите если вы имеете ввиду конкретная привязка к месту правильно ну да привязка к месту да записываю да да записываю да город Москва мельца большая почтовая угу дом 55 дробь 59 строение 1 угу это вы там находитесь то есть у вас там офис находится и код наш ИНН запишите да ИНН ага 770 770 127 05 05 44 770 127 127 так 05 44 правильно да верно так ага теперь смотрите Владимир если мы говорим про техническую часть то я не знаю это к сожалению кому-то счастью мне компания диктует правила то нам этот вопрос нужно с вами решить в рамках сегодняшнего дня по одной простой причине у меня есть временные ограничения то есть человек оставляет за собой регистрацию то есть он получает эту программу саму робота бесплатно но компания как вы я думаю понимаете хочет на этом процессе тоже заработать теперь вопрос к вам Владимир неужели мы будем ну вот такой вот благотворительной компании которая дает ресурсы с помощью которых можно заработать и взамен ничего не хочет да нет конечно я думаю не благотворительного не бывает верно у нас с вами есть фиксированная комиссия которая будет привязана к вашему минимальному торговому счету это допустим 50 долларов да давайте представим что вы вот сейчас активировали свой торговый счет его пополнили на 18 500 рублей все вот вы уже и перевели эти деньги они привязаны к вашему телефону по транзитному счету деньги зашли на валютный счет все замечательно вас поздравили как официального клиента что будет далее так далее вы проходите верификацию привет а что за верификация что там надо делать то верификация подтверждение того что вы граждане Российской Федерации а если я эту верификацию то не пройду я уже как деньги уже получается перечислил вам как тогда как тогда будет все делается ничего деньги в финансовый отдел будет обязан вывести вам в рамках этого же дня мы не можем взять клиента в оборот если он не предоставляет документ подтверждающий что он гражданин Российской Федерации то есть я вам сначала деньги передаю а потом вы уже проверяете меня да? мы обрабатываем эту информацию создается ваш торговый счет на основании минимального порога пополнения это 250 мы на межбанке просто оставали закрепить место а вот оно как ну а как вы думали я просто пришел и хочу открыть ну это было конечно классно и круто но межбанк нам диктует правила мы тоже должны А межбанк это кто, это организация? это биржа это является в самом начале Это биржа А биржа то как называется? не но биржи то они разные есть вы на какой бирже не не название торобежит они разные есть там нью-йоркская я вроде слышал там чикак то есть нью-йоркская фондовая биржа это торговая сессия сессия или сессия сессии сейчас российская биржа не работает и нуля до 100 процентов вам потихонечку давать эту порционную информацию я не хочу вас перегружать давайте сделаем сейчас так владимир я сейчас переведу звонок на финансовый департамент давайте каким образом вы можете пополнить свой торговый счет с помощью какой платежной системы и так далее и как это вообще сделать исходя из этого когда я получу ответ от финансового департамента что у вас средства уже зачислены на торговый счет я займусь подготовкой документации к настройке программы давайте это займет буквально 5-7 минут все, оставайтесь на линии и перевожу звоночек на финансовый департамент пару секунд да здравствуйте да здрасте да здрасте да разрешите представиться меня зовут Кирилл фамилия моя садона я представляю финансовый департамент компании а отлично Владимир мне сделал перевод на меня ваш мейтезер Павел в этой время планируете стать клиентом компании ну да я так сейчас пока интересуюсь как бы что у вас как это все делается да хорошо мне Павел сориентировал наше необходимо сопроводить помочь да как происходит активация торгового счета помочь вам пополнить и уже запустить чтобы за сегодня заработать да давайте да хорошо вы мне сориентируете о какой сумме идет речь о какой капитал рассмотрели стандартный тип счета 500 долларов или минималку 250 ну я рассчитывал ну 250 наверное минимальная да наверное в начале ну это разумно я бы тоже вам предложил с минимумом если вы новичок а прибыль то какая у вас там сколько получается если я 250 так вложу там сколько будет прибыль то это в зависимости от тех событий которые на рынке а если это обычная торговая сессия без инвестиционного портеля без событий каких-то глобальных это не более полутора-двух тысяч рублей в день если мы берем во внимание текущую ситуацию с компанией Газпром вам Павел описал о том что произошло у них и сейчас происходит ну да там что то сам под санкциями сейчас этот Газпром то да то есть северным потоком 2 сейчас да сейчас идут большие инвестиции большие вливания да в этот проект ага и это позволяет нам не нам а Газпром да достроить я имею в виду нам как России да достроить под Кореей этот Газпром и начать продавать газ Европу ну это чтобы хохлы вот эти не получали там уже вроде сейчас через Хохляндию идёт вот этот Газпром да а так получается мы в обход этой это вы говорите за северный поток просто да это второй который через Балтийское море помнили ааа ну он мимо этой самой Украины то вот этой да руины да да вы правы и эта сделка это собственно само событие оно позволяет да заработать ну всем ааа ну да 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 и вы можете да от того что они да будут покупать именно наш Газ и нам как России да это тоже как понимаете что это отобразится на валюте да ну да да и на этом движении мы можем гарантировать доход на среднем порядка 45 это минимум 20 тысяч долларов за сегодня блин ну это хорошо вообще так это классно а какие вы инструменты используете финансовые вообще вот сегодня конкретно идёт торговля с валютными парами это сегодня а завтра а завтра ну а если завтра вот вы как чем торговать будете это в зависимости да как на что населена программа да вы с экспертом эти моменты все разберёте ааа вы не эксперт просто я просто хотел с экспертом переговорить ну понятно понятно у вас на самом деле такая медийная фамилия да блин да все говорят все говорят это как бы блин но это обычная фамилия на самом деле сукачёвых очень много да так а скажите да у меня там несколько банков то в общем то есть у меня есть там и втб и альфа банк приват банк есть разные а подождите у меня как где счет будет открыт то а то есть я деньги не перевожу никуда получается или как нет а куда вы собрались переводить ну да а вы как бы вот мне просто сейчас на свой счет вы на свой счет переводите а так то есть это я внутри это я захожу значит в свой сбербанк да и и внутри я вам сейчас опишу я вам опишу сейчас варианты как вы можете это осуществить да а вы для себя уже тогда непосредственно определитесь ну давайте тогда давайте потому что надо работать если вы говорите две тысячи рублей в день что ж там сколько 250 долларов в рублях ориентируется у меня нет долларового счета то есть мне как нужно сейчас пойти будет сбербанк пополнить нет 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 это не обязательно у вас конвертация будет я объясню смотрите ну а курс там какой сейчас на рублях ну смотрите у меня по спиру перед вами вот Елена была женщина из Калининграда у нее получилось там 18 400 знаете округе там 18 300 да да блин это что-то мне с гривен что ли перевести еще часть так а этот самый а куда переводить то буду на разных картах да у меня на разных там да ну это не является проблемой зайдете переведете я с вами на линии так а куда переводить то надо будет потому что я объясняю есть два варианта открытия торгового счета да ага первый вариант да это если у вас какого платежного терминала вообще карта а что такое платежный терминал ну это мир, мастеркард, виза либо маэстро да ну у меня есть мир у меня мир есть мир это да внутренне понял понял да только мир правильно ну да ну вы же просто российская же компания я же могу там это как с вами миром расплачиваться там где ну для пополнения вот счета моего смотрите если это карта мир да ни виза ни мастеркард мы можем каким образом поступить да поставить запрос в бухгалтерию финансовый департамент да на главу нам предоставляют Владимир так корпоративный карточный счет да это мультивалютная карта ага то есть это первый вариант да вы делаете перевод да заходите непосредственно в Смербанк онлайн да и делаете перевод с рецидитом то есть в первую очередь это ваша и наша безопасность вы во-первых имеете на руках четкий развернутый документ да да то какая сумма когда это осуществлялся перевод тогда нужно будет эту финансовую подкрепить ага ну в таком случае да это может облагаться на комиссии либо налогов да блин а я бы хотел без комиссии а как вот либо в другой момент либо в другой момент вы можете грубо говоря открыть торговый счет по номеру вашего телефона по номеру телефона а это как да вы прям через Смербанк подаете запрос да делаете перевод и деньги конвертируются у вас уже непосредственно в валюте ну это как вот перевожу я вот как по телефону да вот если что-то кому перевожу то там просто так же да получается по телефону я перевожу или как это делается то я не понимаю что вы имеете ввиду по телефону ну да вы доходите в платежи переводы выбираете да непосредственно да свой номер телефона так я вам покажу сейчас так это я сам себе перевожу или как куда я перевожу то ну вы со своей банковской карты переводите на свой торговый счет а у меня что торговый счет уже открыт получается или как ну вы когда регистрацию оставили да у вас он автоматически создаётся а вот оно как а в каком банке он откроет с каким вы будете работать а с каким я буду работать в банке берет на транзакцию она отображается да и деньги уйдут за счетление в долларе ааа не ну то есть я же могу наверное со своего сбербанковского счета торговать прям сразу или мне надо прям именно переводить куда-то вы со своей карты ну я не пойму то что вы задаете какой вам этот вопрос я же получается должен вывести деньги с карты со своей они у меня не на карте же будут я же их куда-то должен буду перевести с карты вы переводите на свой счет правильно потом документально вы его заверяете владимир а как заверяю как это происходит я к вам подъеду туда на большую почтовую на эту что ли ну а как я заверять буду я к вам на большую почтовую туда буду ехать что ли или как нет нет с вами сейчас специалист за дело верификации да он объяснит да то есть вот когда вы эту карту получали там в любом другом банке вам нужно было паспорт предоставить правильно да 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 но банк убедился что это ваш капитал и вы можете только любые операции транзакции производить ну не ну хорошо да давайте тогда да вам нужно на карте сейчас 18400 18400 у вас в размере полная сумма доступна да там надо будет собрать с нескольких карточек переводите тогда с нескольких карт не но это 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 в принципе не вопрос то так да а давайте тогда договор заключим да и я тогда буду уж переводить потому что тут надо все как говорится постепенно тут не перепрыгивать активность какую-то сделать какую активность ну с открытием торгового счета чтобы грубая так а вы же открыли уже ну а так вы же открыли его уже торговый счет то я не знаю вы какие-то манипуляции да вы сейчас пытаетесь использовать в смысле вы ранее работали на бирже ориентируетесь как это ну конечно да там же заключается договор всегда в любом случае сначала заключается договор а потом деньги вносится а для того чтобы пройти верификацию я должен деньги свои отправить куда-то да ну конечно конечно ну как же так же это не делать я живу на сбербанке когда открывал карту я сначала пришел с паспортом открыл счет у меня с нулевой баланс я так понимаю вы немножечко не уверены боитесь или что да нет я не боюсь а в чем тогда проблема я хочу зарабатывать не теряйте время с вами да запустились бы все документально заверили да уже системный отдел занялся настройкой программой да дня подготовкой местом в инвестиционном портфеле да нет давайте конечно да все запускаем вопрос давайте тогда договор потому что я договор то ваш даже не видел а кстати а у вас еще лицензия то есть в центробанке то в российском да а что это вам да скажите можно говорить договор лицензия ну вы же брокером являетесь так ну вот это а у всех брокеров на территории на территории российской федерации должна быть лицензия открывать гугл понимаете и пытаться козырять какой то информацией якобы не ну а у всех же должна быть лицензия для чего лицензия нужна лицензия нужна по законодательству российской федерации нужна для того чтобы быть участником финансового рынка и являться брокером да серьезно но если вы смотрите там в интернет вы можете посмотреть что с 2016 года ни одна компания брокера она не может являться капиталодержателем ваших цен ну средства то они в банке у нас компания международная если вам Павел об этом не сказал ну вы международная подождите в Москве же находитесь просто вы же не в Украине а в Москве находитесь а зачем вы вообще об Украине говорите ну или Люксембург там я не знаю другие у меня первое что пришло в голову Украина просто Люксембург там не знаю Австрия там Германия в Карагово неважно да ну да вы же в России находитесь просто вы же международная но в России та информация которая говорите что она вам так ну лицензия понимаете это же как мы же по закону работаем я вам могу любой документ предоставить каким образом вы его будете проверять на сайте Центробанка Российской Федерации там же глянули вы на этот документ что он вам какую уверенность ну все деньги я вам перевожу тогда сразу же нам не надо переводить не вернее себе на брокерский счет я переведу вот увидели вы документ каким образом вы понимаете что он достоверный ну а там уже будет статус действует действует он сейчас или не действует что документ дальше ну а дальше начинаем торговать по 2-3 тысячи рублей там в день зарабатывать почему это мне как раз нужно мне как раз нужно вы зря сейчас ошибаетесь мне вот это очень нужно мне сейчас дополнительные деньги очень нужны конечно я вчера вот зашел на инвестмент инвестингс вот эту точка ком да там просто люди много но много пишут что хорошо зарабатывают с роботом ну да ну вы же знаете такое приложение investing.com ну это приложение на телефоне у меня investing.com есть сайт еще такой новостной портал новостной портал да там форум есть там пишут что с роботом люди хорошо зарабатывают с каким торговым роботом ну у вас как у торговый робот называется никак он не называется ну а как вы мне просто я сейчас с кем-то с палом разговаривал до этого он сказал тоже торговый робот у вас там он сам бы открывает сделки сам закрывает их правильно ну вы регистрация по ТОМ-10 правильно ну да нет там Тесла Тесла нет этот как же это называется Илон Маск там какая-то вот эта фигня блин с Илон Маском что-то с Илоном Маском какой-то там сайт был то что успешные торговые вот эти вот стратегии какие-то хорошо хорошо я вам предлагаю просто смотрите Владимир запуститься и не на словах это а на теле пробовать понимаете не ну давайте давайте конечно я я только за ну давайте это самое вы лицензию да деньги то уже есть я уже перевел все они у меня сейчас на Сбербанке 20 тысяч лежат там 20 достаточно будет хорошо хорошо каким образом мы поступаем подаем запрос напрямую на бухгалтерию по реквизитам по карточному счету либо это по номеру вашего телефона но бухгалтерия это куда? моему работодателю это куда бухгалтерию или куда? нет бухгалтерию компании нам предоставляют корпоративный карточный счет да мы делаем какая-то санкция да и они ставят деньги на зачисление да уже но в долларе это варианты которые я говорил либо по номеру вашего телефона а какие акции то мы покупать то будем кстати акции какие будем покупать просто так вот смотрите вы говорите там 250 долларов да ну а что мы покупать то будем просто мне же хотя бы понимать то нужно что что это программа определяет так а если я через программу боюсь вообще вначале торговать то а если вот через эксперта так вы говорите вы на форуме в инвестинге читали и это на будущее это я это я пока это на будущее а сейчас то мы же говорим о маленькой сумме ну а сейчас то мы про маленькую сумму говорим там мне же сначала поднять хотя бы там да сколько то там по две-три тысячи в день то вы говорите мне сначала увеличить капитал а потом уже на роботу переходить сначала с экспертом я поработаю но при этом у них да параллельно да идет торговля с экспертом вас один на один никто никого не отпустит а ну а просто чем будем покупать с экспертом какие мы что мы за золото будем покупать или что нефть что вот как вы считаете что я вам сейчас ответить должен работа ведется со многими активами ну ну а у вас как вот обычно Сбербанк акции той же самой Теслы да австралийский доллар канадский нефть так а что мы будем покупать то на 250 долларов вначале то так это маленьким объемом лот открывается ну поймите ну а лот маленьким объемом что именно какие 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 активы там вы это увидите ну вот что вы спрашиваете ну вы говорите сначала влаживаться к вам да а потом этот самый а потом уже увидим как это так а как по другому вы это себе представляете ну я хотел бы иметь картину я хотел бы владеть информацией я бы вот картине себе хотел слушайте так ну ладно давайте хотя бы лицензию покажете ну я вижу что просто мы тратим время понимаете ну вы да блин а в лицензию надо работать и разобраться вы просто знаете такое ощущение что вы сидите в гугл да что то там убиваете и пытаетесь козырять да нет почему козырять мне это не нужно я не буду отвечать на ваши вопросы потому что они сейчас ни к чему моя задача вам помочь пополнить торговый счет все да нет пополнять то будем конечно давайте пополнять просто но сначала договор хотел бы увидеть да да и вашу лицензию все я алло алло блин 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 и